всем привет с вами джага мы продолжаем играть птичью историю или историю птички супер низком разрешении ничего с этим не поделаю и так наш персонаж и птичка сделали гигантский самолетик для того чтобы куда-то на нем полететь да вот они летят на большом самолетике сделанном так что нам намекает что вверх вниз но это вверх я понял ли вправо очевидно это влево-вправо потолок максимальный достигнут спускаемся на более нормальные высоты вот он их не родной город типа такое хватит нам тыкать можем ускорение включать пробелом туда-туда обратно ну летает же так хорошо и смысл этого полета в чем куда не летят зачем в чем смысл жизни ну это что-то другое неправильно спросил вот плетели куда-то в горы дикие леса канада или какая-нибудь сибирь может оу какой-то летающий островок гнездо и птичка такая не моё ли это гнездо нет тут уже есть две птицы так что давай валя отсюда не говорит нет не тут ладно ну нет и нет валим дальше и так понял там еще надо поискать четыре гнезда или пять всего пять но как куда-то вообще уже на море прилетели и чуть такое порт какой-то а вот еще один тоже летающий островок ну тут уже такой тропического вида тоже гнездо но тут уже тоже есть две птички занята извините летите дальше как бы говорят эти птицы ну ладно полетим очень-очень не очень-то и хотелось ну а туда тут покрасивше тоже похоже на на что-то островное типа там стиле япония италия там греция что такое дядя 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 мышь только оттуда не 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 в эту сторону а может и нет если можно вернуться то это не я спроста так теперь непонятная какая-то местность но это уже как бы ночь луна там это чути комета что ли или звезда падает почему них тут несколько планет это не земля оказывается все падают но это чуть как-то страшновато это пустыня и оазис и также летающий пустынный строк почему они летающие это непонятно сие непонятно опять гнездо и тоже занята извините говорит до свидания не очень-то и хотелось еще два вероятные гнезда есть вот эти мы сейчас прилетим сквозь две кометы одновременно и две планеты одновременно возможно даже три потому что вот там что-то видно вот сейчас вот носом самолете к тыкнемся виде там еще планетка какая-то маленькая вот она ну ладно земли такой не увидишь а если такое увидишь земли то считая что хана земле но если внезапно появится как и такая большая планета вот так вот рядом от земли может порвать земную кору уж точно будут большие приливы и цунами так следующая местность что-то красивая стиле джунгли амазонки чень такое так мы там ничего не пролетели вот этот внизу хотели от нас укрыть один островок но мы не простым и найдем его тут даже уже гнездо с яйцами не мое я тут ни при чем птиц или птицы говорит я долго отсутствовал отсутствовала никаких яиц быть не должна есть мы там не пропустили ничего осталось последний гнездо наверное это она уже есть то самое которое нужно вот уже что-то похожее на привычные места обитания да вот еще один островок и тут тоже гнездо уже с яйцами нету тоже две птички уже все занято чё ж такое-то все все гнезда кончились больше гнезд нет и вот так сейчас мы найдем какой-нибудь специальный может островок для этой птички сделаны ну темно возвращаются обратно вот твой островок вот этот вот балкон тут и живи говорит пацан так что а такое но я говорит старался так что спасибо мне о боже мой он трансформируется обратно в тетрадь тетрадь это такой самолет трансформер бамблби эх говорит птичка вернее чирик чирик ничего у нас не получилось ну не печалься птичка все еще получится и спасибо типа ты старался да я такой скромный говорит пацанчик и уходит обратно спать тут внезапно появилась наверное мама тындын почему ты прогуливаешь школу все в школу мне в школу пара да да чирик а я проверю что ты там делаешь как бы говорит родительница я не знаю кто это все-таки мама наверно прячется в лесу где он только что был на тропинке удалось свалить хитро хитро мы тем временем вернулись домой наверное через самораступающийся лес но это как-то странно выглядит симулятор прогуливающего школьника чё делать на балкон эти птица птица чирик-чирик птица чирик-чирик птицу чирик-чирик понял птицы нам не помощник ну надо идти в школу и я я не понял почему и как но он типа вернулся чтобы птичку спрятать или чё все теперь бежим школу на зеленый свет обратите внимание переходить дорогу только на зеленый свет ну вот и пришел в школу как бы уже все ушли он только пришел а мамочка-то тут уже ах а вот он лови этого маленького упря и начинается погоня в стиле шоу бы нехило под похожую мелодию надеюсь youtube и не заблокирует ну типа смешно наверное чё он убегает сыр ему все равно домой возвращаться они сейчас очень больно стукнулись папочки я утя я утя я утя странно где он как как же его найти ах ты гадкий утенок иди сюда так что же делать что и как как решить ситуацию у них правда это смотрю с в школе пространство ничего не значит можно вообще телепортироваться куда угодно как угодно идите сюда идите сюда я сейчас ногой побью нормально вот это что это было сейчас он прыгнул маме на голову и кинула под учительницу что это было что это за симулятор школьника и вообще внезапно на встречу мы выходит он же но без лица и все двери закрылись что никуда ты не уйдешь от меня как бы говорит он же но без лица потому что я это ты а ха 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 это было минутка глубокой философии ну вот ладно не уйду так не уйду пошли значку дать неужели он решил все таки взяться за учение и сел за уроки нет наверное скорее всего нет птичка обратно тоскует по воле и надо уже как будто все летают она не может обидка да еще идут до дочки пошел чирик-чирик вернее буль-буль потому что там уже все водой затекло пошли внутрь и тут мокро слишком слишком ну-ка покаж да говорит крыло до сих пор в гипсу печаль к что делать а тетя доктор ветеринар говорил что надо оставить в поликлинике ну смысле ветеринарная в ветеринарной лечебнице и тогда птичка бы точно выздоровела так что они отнестили ее обратно в ветеринарную лечебницу как такое вот решение и тут тебе на звонить подождите то что утро было правильно пора опять школу ну чего пошли куда-нибудь там обратно дождь наверное надо взять зонтик вот уж прям подождите может надо там помыться зуб почистить что не такое не не считает в туалет сходить типа нет что ты симулятор школьника дает сбой телевизор посмотреть тынь-тынь у это у них тут есть даже какой-то аудио центр но нет еды даже нет кофе или что это так у них ну кофемолка наверное это блендер что тут что-нибудь тут даже нельзя включить свет в общем ладно судя по всему надо просто идти дальше на выход на выход с вещами с птичкой особенно и так берем чудо зонтик а чё мы уберем не берем его тогда читаем чудо записку который говорится возьми зонт дурын да уже один раз пригодится не взял так болел потом три недели берем чем прыгать по лужам нет что-то не хочет зонтиком он не прыгает ладно идем прямо 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 желтый цвет цвет ну теории можно успеть пробежать или переехать тех кто успел пробежать на желтый цвет чё дают это не школа это опять лес в прошлый раз там была школа на этом месте нет теперь лес ладно да наверно где-то слева школа что такое а это не в школу найдет в эту лечебницу как бы птичка и вот клетка ее ждет птичка в клетку и хоть не хочу в клетку не надо и тут такие воспоминания вот тут мы сидели как говорится на скамейке он жрала баран мороженая птичка а вот мы телевизор смотрели а вот мы самолётик пускали memories а вот тут вы на качалке но не тут вообще на качалочкой качались так было весело с птичкой и вот вы хотите в клетку посадить тут зонтик прямо так выпал ты дышь нет не получите вы птички забирайте зонтик птичку трогать не могите убегу я со своей птичкой а тут мама с этой стороны а тут это прям все за ним охотятся бежим вообще-то по-моему учительница была не мама супер бамблби ну смысле самолет трансформер выбираю тебя куда ты глупый детеныш осталось остановитесь как бы кричат ему и птички но нет нет вы хотите забрать у меня птичку это все что у меня есть у глупого такого дебильного школьникой в смысле ну короче улечу я от вас как бы вот так сказал и сделал и улетел что-то я не понял куда заводит эта история но вот она как-то вот так вот повернулась к нам грится внезапной стороной ну что ж что будет дальше мы узнаем в следующем эпизоде всем спасибо за внимание с вами был джага подписывайтесь на канал ставьте лайки лайки до новых встреч